Продолжим углубляться, так сказать, в вероятностную терминологию, и если до сих пор мы очень внимательно относились к такому определению, как математическое ожидание, и даже научились частично его применять, но вот завтра еще поприменяем, то сейчас я хочу сказать вот какое определение. Есть такое понятие, называется дисперсия случайной величины. Дисперсия случайной величины. Ну, смысл очень простой. Вот у нас есть случайная величина, и она принимает какие-то числовые значения. Например, по-прежнему элементарные объекты, да, элементарные исходы – это люди в этой аудитории, случайная величина – это рост, допустим, человека. Но, смотрите, вот мы нашли среднее значение роста. Вот оно где-то находится. Оно не обязано, между прочим, как вы, я надеюсь, понимаете, совпадать ни с одним конкретным значением этой случайной величины. Среднее, конечно, не обязано совпадать. Я в этом месте всегда поминаю прогнозы, даже не прогнозы погоды, а разговоры журналистов по, по крайней мере, российскому телевидению, я уж не знаю, как в иных местах, но они очень любят переживать по поводу того, что погода выбилась за какие-то общепринятые значения. То они говорят, что сегодня аномально жарко, то они говорят, что аномально холодно. При этом мотивировкой обычно этому служит то, что температура воздуха сегодня не совпадает со средней температурой за все там прошедшие годы, вот в этот день. Допустим, сегодня какой у нас? Пятый, шестой, да? Пятый? Да, мне кажется, что сегодня шестой августа, вот там за 120 лет наблюдений, там за 140 лет наблюдений, каждый раз шестого августа отмечали, какая температура, посчитали среднее значение, математическое ожидание, и теперь говорят, что если температура вышла на один градус вверх, то, о, у нас жара не совпадает со средним значением, с нормой. А если температура упала на градус ниже этого света, может, она всегда была такой, может, она никогда этому среднему значению не равнялась. Но это никого не волнует, журналисты, они не пытаются разбираться в деталях. Вот, значит, но при этом смотрите, ведь может быть, как? Можно получить среднее, пусть среднее арифметическое, пусть у нас классическое вероятностное пространство, но можно получить среднее, скажем, 2, если у вас будет все время 2, 2, 2, 2 и так далее. Средним получится, конечно, 2. Ну, я не знаю, 2 градуса тепла где-нибудь там 5 ноября. Или 2 тонны весит человек в этой аудитории. Ну, я издеваюсь. Ну, хорошо, ну, там, 2 пуда. 2 пуда? Ну, я не знаю, 32 килограмма, это очень мало. Так, 2. Вот, а можно получить среднее отбойку, если, например, вот так. Один, там, три, один, три, один, три. И видно, что здесь разброс значений выше, чем в первом случае. В первом случае все прям ложится на серединку. А здесь происходит какой-то разброс вокруг вот этой пресловутой фурналистской нормы. Да, что нормальная погода, ненормальная погода. Вот, разброс, и, а может быть, еще выше, скажем. Минус 1, там, и что? И 5. Да, нет, почему 5? Сейчас, что-то я затупался. Минус 1 и 5, да, правильно. 5 минус 1 пополам, это 2. Минус 1 и 5. Минус 1 и 5. Ну, пусть это не ест, пусть это температура воздуха, да? Да. Разброс очень большой, но все больше и больше. Вот, как померить, как ввести мел этого разброса, как померить этот разброс? Для того, чтобы померить разброс значений случайной величины вокруг своего среднего значения, своего отожидания, измеряем дисперсию. Дисперсия обозначается буквой D, примененной к случайной величине Х. И вычисляется она следующим образом. Нужно взять математическое ожидание от случайной величины, которая равна разности Х, его математического ожидания, и все это возведено в квадрат. То есть вот такое вот математическое ожидание надо посчитать. Ну, на это уже довольно страшно глядеть, поэтому давайте как-то на пальцах сначала попробуем понять, что здесь происходит. Ну, посмотрите, во-первых, математическое ожидание Х это какое-то число просто. Но вот здесь в примере оно равнялось двойке. То есть, если брать вот этот пример, то мы просто из Х вычитаем двойку, всю эту разность возводим в квадрат. Так, согласитесь, что получается опять некая случайная величина. Скажем, если это была температура, да, мы просто подставляем число, равное этой температуре, вычитаем двойку, возводим в квадрат, и получается некое число. Ну, то есть, мы, помните, с вами умножали, да, на число случайную величину, увеличивали вес в корень из двух раз. Но мы с таким же успехом можем возвести вес в квадрат. Вот там я вешу свои 92 килограмма, а я хочу считать не 92, а 92 в квадрате. А вы весите сколько там своих, не знаю, 40. Вот, вводим 40 минус 2 в квадрат. Ну, вполне себе число. Вот оно несет именно такую смысловую нагрузку, что вы должны посмотреть, насколько удаляется случайная величина от своего среднего значения. Видите, она здесь довольно сильно удаляется. Довольно сильно удаляется. Потом разность. Вот это удаление от среднего значения. Единицу, единицу, единицу. Возвести в квадрат и усредить. Примерно понятен смысл? Да. Ну, вот в этом случае какая будет дисперсия? Ноль. Ноль, очевидно, да. Потому что разница между х и его средним значением всегда равна нулю. Поэтому и в среднем она будет равна нулю. А вот в этом случае какая будет дисперсия? Матожидание по-прежнему двойка, правда? Да. Мы работаем в классической степени. Значит, матожидание двойка. Из единицы вычитаем двойку, получаем минус один, да? Да. Из тройки вычитаем двойку, получаем один. А квадрат, когда берем, что от минус единицы, что от единицы, получаем единицу. То есть у нас здесь стоит, на самом деле, вот в этом примере просто константа. Да. Случайная величина, принимающая всего одно единственное значение. Я много раз подчеркнул, что такие тоже бывают. Вот эта вот случайная величина в этом примере принимает значение единицы всегда. Верно, да? Один минус два, три минус два. Все время получается единица. Ну и чему равно ее математическое ожидание? Н. Нет, нет, нет. Одна хрена. Нет, средняя. Почему, почему, почему? Вот если у вас есть константа, да? Тематическое ожидание фиксированного числа. Единица, например. Это значит, что вы эту единицу складываете там n раз. И потом делите на n. У вас же n всего слагаемого. И классическая схема просто единица. Матожидание констант, это всегда констант, да? И это, кстати, есть частный случай линейности. Потому что как мы писали с вами линейность? Мы писали матожидание c1x плюс c2y равняется c1mx плюс c2my. Но возьмите просто там какой-нибудь совсем простой случай, уберите вот это, у вас получится вот так. И если x равняется единице, то понятно, что получится 1. Ну, в общем-то, и в этом примере это видно сразу. То есть матожидание константы, это константа, и в этом примере мы получаем дисперсию равную единицу. Но вообще словами еще это красиво говорят среднее квадратичное уклонение, случайно причиняя от своего среднего значения. Среднее квадратичное уклонение. Ну, в этом месте разумно задаться каким вопросом? В этом месте разумно задаться вопросом, а почему я не определяю дисперсию проще? Почему бы не взять вот такую штуку? Зачем я размажу в квадрат? А чтобы не было отрицательного значения? Нет. Ответ еще очевиднее. Ну, давайте посмотрим снова на этот пример. Если я в квадрат не буду возводить, какие значения будет принимать вот эта разность? Мы уже помним, да? 1 и минус 1, правильно? Да. То есть мы складываем 1, минус 1, 1, минус 1, да? 0. 0 получается. Вот, смотрите, пользуемся линейностью математического ожидания. Как к этой штуке применить линейность? Это mx, да? Ну, здесь константа единица. А здесь константа минус единица, поэтому пишем минус математическое ожидание вот этого математического ожидания. Так, это понятно? Да. Но, еще раз, математическое ожидание – это какое-то число. Ну, например, здесь оно равняется двойке. А мы с вами только что выяснили, что математическое ожидание числа – это само это число. Да. Мат ожидания двойки – это двойка. Да. То есть вот это все – это просто mx. Усреднять нечего. Фиксированное число. И мы из mx высчитаем mx. Получаем 0. Это будет 0. Ну, конечно, да. На черту мне сдалась такая характеристика, которая всегда равна 0. Я еще для 0 буду вводить отдельное обозначение d. Это просто милепость какая-то. Нет, вот это неинтересно. Вы можете, если задумаетесь, возразить мне так. Ну, хорошо, можно не возводить квадрат, а нарисовать здесь модуль. Ну, в принципе, можно. Но с квадратом просто удобнее работать. Тут ответ простой. С квадратом просто удобнее работать. Ну, значит, давайте я еще напишу, что будет дисперсия. Удобная формула для вычисления дисперсии имеет следующий вид. Смотрите, нам нужно вычислить мат ожидания квадрата вот такой разности. Разумеется, мы можем возвести в квадрат эту разность. Умеете х плюс х? Вы знаете в квадрат? Да. Вы мином знаете, так что в квадрат точно умеете. х квадрат минус 2х на мх плюс мх в квадрате. Так? Да. Просто возьмем в квадрат. Теперь пользуюсь линейностью. Получаем математическое ожидание х в квадрате. Ну, х в квадрате это просто квадрат вашего веса, квадрат числа треугольников в случайном графике. Что вы хотите? Это просто квадрат. Это тоже какое-то число, поэтому у него можно найти математическое ожидание. Дальше. С минусом что пойдет? Мат ожидания берется вот от этой всей ерунды. Берется мат ожидания от этой ерунды. Что выносит за стопку? Что выносит за знак математического? Х. Ну, как х. Математическое ожидание вот этой штуки, да? Давайте я отдельно пишу. Математическое ожидание от 2х умножить на мх. Вот что в скобках является случайной величиной, а что является просто фиксированным числом? 2. 2 это фиксированное число, правильно? И мх это тоже фиксированное число. Поэтому за скобку можно вынести 2мх. Вот это и вот это можно вынести за скобку. Они не влияют на усреднение. Это просто вы раздули свой вес зачем-то в 10 раз. И вы эту десятку можете спокойно за значение за среднее вынести, а потом усреднять только х. То есть на что это надо умножить на математическое ожидание х, которое осталось в скобках? Так, умножить на математическое ожидание х. Все успевают? Да. Но тогда это получается равно, давайте сюда уже прямо напишем, 2мх в квадрате. Мат ожидание х на мат ожидание х. Это мх в квадрате, правильно? Да. Не путайте с математическим ожиданием квадрата и х. Это разные вещи. Здесь мы усредняем квадрат вашего веса, а здесь мы берем среднее значение вашего веса и возводим его в квадрат. Это не одно и то же. Понимаете, да, что это не одно и то же? Можно просто привести любой пример. Вес, допустим, 1 кг, 2 кг, 3 кг. Среднее значение квадрата это 1 в квадрате плюс 2 в квадрате 5 плюс 3 в квадрате 14, да? 14 в третьих. Да. Но среднее значение веса это 2. И в квадрате это 4, вовсе не 14 в третьих. То есть вот это одно, а это совершенно другое, не путайте. Вот. Ну и дальше что? Вот это просто константа mx в квадрате. Фиксированное число. Поэтому, когда вы берете от него математическое ожидание, вы его же и получаете. mx в квадрате. Ну и видно, что можно привести подобные слагами. То есть у нас получается вот такая еще удобная формула для вычисления дисперсии. математическое ожидание x в квадрате минус математическое ожидание x в квадрате. Такая весьма симметричная на самом деле запись. Мат ожидания квадрата минус квадрат мат ожидания. Которые, как мы выясним, не равны между собой, но и действительно дисперсия не обязана обращаться в ноль. И слава богу. То есть она реально меряет тот расспрос вокруг среднего, который у нас имеет место.